Северное Возрождение 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 и понятнее для простых людей, и, в основном, оптимистичен, Босх в своих назидательных живописных проповедях всегда напоминает о каре за грехи. Его картины до предела наполнены дотошно прописанными, противоречивыми образами, которые совсем непросто понять без вдумчивого рассмотрения. Во всех его картинах есть пугающие метаморфозы, странные существа, пробирающие до костей намеки и леденящий мистицизм. Все это присутствует в каждой его картине, но наиболее известной работой из его довольно скромного наследия является триптих «Сад земных наслаждений». Его мистические фантасмагории, минуя сознательный анализ, проникают в самые сокровенные глубины подсознания, и хотя выразить словами свои ощущения почти невозможно, вы понимаете главное. Веселись, юноша, в юности твоей, но знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Экклезиаст. Перенесемся в Германию. Альбрехт Дюрер. Это не самое сложное имя, которое можно встретить на просторах Северного Возрождения. Дюрер – выдающийся творец. Он оставил заметный след в живописи, одним из первых стал делать автопортреты, но в первую очередь для всего просвещенного человечества он – великий график. Активное развитие книгопечатания навело его на мысль, что гравюры будут выгоднее картин. И оказался прав. Создание гравюр происходило быстрее, процесс был дешевле, а спрос превышал предложение. Его гравюры широко известны. Адам и Ева, Носорог, Всадники апокалипсиса и Меланхолия. Все они демонстрируют твердость руки автора и его фантастическое чувство композиции и тона. С детства он был полон решимости стать художником. Стоит заметить, что в то время еще не было таких карандашей, как сегодня. Тогда рисовали серебряными штифтами. И исправить неточность работы было нельзя. Каждая проведенная линия оставалась навсегда. Дюрер был одаренным и страстным художником. Его мастерство росло не по дням, а по часам. И в отличие от Брейгеля и Босха, в его работах заметно влияние его коллег с юга. Я слышал одну историю, которая, несмотря на невероятность, учитывая его мастерство, вполне реальна. На собрании анонимных графиков фанаты Альбрехта обратились к дюреру с просьбой удивить их. Он взял мел, подошел к доске, от руки нарисовал окружность и обозначил точкой центр. Затем предложил проверить точность чертежа, сделанного от руки. Его коллеги взяли циркуль, поставили иглу в центр, проверили. И что вы думаете, все было идеально? Кроме мастерства художника, дюрер был очень образованным, разносторонним и глубоко мыслящим человеком. Чего стоит один только магический квадрат с меланхолией. За подробностями можете обратиться к Википедии. Но вернемся к его автопортретам. После автопортретов Рембрандта и Ван Гога, никто не удивляется, увидев очередной автопортрет художника, а тем более в эру селфи. Но тогда привлечение внимания публики к собственной персоне, а тем более в образе Христа, могло шокировать зрителей. Вроде бы просто автопортрет. А на самом деле, это был эпатаж острее, чем устраивал Сальвадор Дали. Обратите внимание на тонкость проработки и точность передачи фактур. Кожа рук и лица, волосы, мех, материя кафтана, влажные белки глаз. Разве не чудо? Чужие портреты он писал не менее искусно. Взгляните. Нет, это не Тирион Ланнистер. Хотя очень похож на предка Питера Динклейджа. Я не убивал Джоффри, но мне жаль, что это не я. Видеть, как умирает твой злобный бастард, мне было приятнее, чем ласки тысячи лживых шлюх. Дюрер был мультиинструменталистом. Одинаково виртуозно работал маслом, тушью и акварелью. Полюбуйтесь на этот пейзаж. Или на этого зайца. Северное Возрождение не ограничено этими тремя именами. В литературе его представляют Мартин Лютер и Эразм Роттердамский. Кстати, вот его портрет, выполненный Гансом Гальбейном-младшим. На мой взгляд, просто фантастика. Меня поражают материальность и реализм всего, что изображено. Я буквально осизаю эту шубу, эту книгу и деревянную полку. И давайте снова вспомним, что совсем недавно в живописи не было ничего, кроме икон. А тут перед нами абсолютно живой человек. Неформальный, а полный своеобразной аутентичности. Его невозможно ни с кем спутать. Поразительный. В другом портрете кисти Гальбейна можно увидеть уже знакомую нам педантичность в отображении деталей. Портные не поленились вышить эти узоры. И Ганс не ударил в грязь лицом. На севере есть еще много имен. Но их творчество в большей степени имеет относительное значение для этапа развития искусства, чем абсолютное, вневременное. В них очень велика доля условностей. Как во всех работах периода перехода от средневековых догматов к принципам нового времени. По северному возрождению все. Могу только добавить, что из возрождения свою творческую биографию ведут такие мастера, как Уильям Шекспир, Мигель де Серванда Сааведра, Лопе де Вега и Эль Греко. Зачем я начал рассказывать о том, что и так давно известно и находится в свободном доступе? Затем, что осточертело повальная увлеченность ослепительно яркими, но невыносимо бессмысленными шоу. У меня так сложилось, что уже в первом классе я знал, кто такие Брюлок, Айвазовский и Суриков. А к пятому классу я уже знал, кто такие Микеланджело, Роден, Рубенс, Эйзенштейн, Тарковский и Евстигней. Знал и отличал основные произведения Моцарта, Чайковского и Равеля. И это при том, что я не прилагал особых усилий в этом направлении. А интернета тогда не было. И поэтому равнодушие, тупость и невежество, ставшие сегодня нормой, приводят меня в остолбенение. Они причиняют почти физическую боль и ввергают в панический страх за будущее страны. В онлайне и офлайне пасутся стада ленивых, наглых, пустых и бесполезных малолеток. У них вызывает восторг и восхищение то, что по сути не стоит даже внимания. Они слишком невежественны, чтобы понять, насколько то, что им нравится, и они сами пусты и бесполезны. А их ориентиры так сильно сбиты, что им не стыдно, когда их тыкаешь лицом в их беспросветность. И по той же причине они не в состоянии понять, да что там понять, даже подумать о том, что они такие не потому, что это их выбор, а потому, что их целенаправленно и методично делает такими существующий порядок вещей. Посмотрите вторую серию обыкновенного фашизма Михаила Рома. Там в самом начале все показано. И где же те остальные, которые Моцарта любят, гейны читают, тюрерам любуются? Слава богу, еще не все стали такими. Когда мне встречаются дети, которым это интересно, я готов их расцеловать. Я начал рубрику «Искусство», потому что хочу хоть как-то повлиять на скорейшие изменения существующей ситуации. Создать дополнительные предпосылки для появления восходящего тренда. Постоянные зрители, возможно, заметили, что это уже третье подряд видео об искусстве. Это потому, что о подлинном говорить интереснее, чем о том, что забудут сразу после просмотра. Еще раз обращаю внимание почтенной публики на то, что в одном автопортрете Дюрера больше космического смысла и божественной красоты, чем во всех самых дорогих и ярких блокбастерах, форматирующих ваши мозги. Иначе он бы не пережил пять столетий. Прежде чем судить о красоте, нужно приобрести понимание того, что ею является. Прежде чем судить о смысле, нужно хотя бы что-то знать и понимать. Чтобы знать, надо учиться. А чтобы понимать, нужно слушать. Чтобы иметь свое мнение, надо научиться аргументированно его отстаивать. Европа дала миру античность, ренессанс и их последователей. А США дали миру моду на потребительскую деградацию. Телевизор, где 500 каналов, чье имя набирки моих трусов? Рогейн, Виагра, Олестро. Мы одержимы внешней атрибутикой преуспевания. Убийство, голод, преступность. Все это не волнует меня, а волнует меня знаменитости и скандалы. И кто же мы? Мы просто потребители. Правильно, потребители. За кем идти, решайте сами. На этом все. Надеюсь, увидимся не в последний раз. До новых встреч.